Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! Восстановление братской могилы в селе Ивановке вели совместно силами местных добровольцев и администрации сельского поселения. Подробнее о том, какие еще будут проводиться работы в регионе, а также об истории памятника, мы поговорим сегодня с главой сельского поселения Баггерова Еленой Хроней. Елена Николаевна, доброе утро! Доброе утро! Елена Николаевна, расскажите о памятнике, кому он посвящен? В селе Ивановке братская могила, в которой захоронена, по нашим данным, сейчас еще, конечно, ведутся работы 35 человек, солдатиков наших и командиров, но данные точно еще будут установлены. И поэтому наш долг, естественно, привести эту братскую могилу в порядок, именно нам выпала эта честь сохранить, передать наследие Великой Победы нашим будущим поколениям. Поэтому работы проведены большие, спасибо местным предпринимателям, жителям поселка. Основную роль в помощь, в материальную помощь, это индивидуальный предприниматель, доценка Евгений Леонидович, это наш депутат Багеровского сельского поселения, это и жители, и еще один депутат Туршин Виктор Александрович, с СДК Октябрьского семья Аристарховых, с СДК Багеровского поселения Травков Юрий Васильевич. Ну то есть достаточно сплотились, достаточно много людей сплотилось для того, чтобы привести в порядок нашу братскую могилу. Все от этого даже получили большое удовольствие, в каком плане, потому что виден результат работы. Елена Николаевна, вот в чем заключается сложность? Почему вот сложно восстанавливать памятники, вести эту работу систематически? Только одна причина в том, что эти памятники установлены были в 65-м году, а это уже, ого-го, сколько десятков лет назад, поэтому, естественно, все приходит в непригодность, естественно, обшарпанная краска и фундамент лопается. Плюс памятники, это прежде всего первая задача, нужно поставить было на кадастровый учет. С октября месяца мы плодотворно этим занимаемся. У нас в Багеровском поселении 12 памятников, 4 федерального значения, поэтому в первую очередь мы их поставили на кадастровый учет. В селе Ивановка, братская могила местного значения, тоже сейчас ведутся работы, но к 1 апреля уже эти кадастровые работы все заканчиваются, поэтому все памятники будут учтены. А вот каковы дальнейшие планы после того, как памятники поставят уже на кадастровый учет, что планируете дальше делать? Судьба памятников, считаю, конечно, зависит от нас, и поэтому те памятники, которые по обследованию, им необходима реконструкция, уже когда эти документы все собраны, существует очень много федеральных программ, и в дальнейшем будет, естественно, реконструкция. Ну и ведутся работы поисковых бригад для того, чтобы установить личность. Вот в данный момент братская могила в селе Ивановка, то есть личности тех ребят, которые действительно там захоронены. Да, да. И то есть люди могут с материка, когда узнают действительно, может, кто-то всю жизнь ищет прадеда и найдут этих людей, которые там захоронены. Да, поэтому работа еще ведется, она не закончилась. Елена Николаевна, ну, Керченский полуостров вместо ожесточенных боев, грядет торжественная дата, 75-летие Победы. Вот в преддверии этой даты, может быть, какие-то первоочередные работы запланированы по реставрации, приведению памятников в порядок? Ну, я же еще повторюсь, вот у нас 12 памятников. И хотела сказать, конечно, очень много памятников, которые необходимы просто внимания. И необходим просто текущий ремонт. А текущий ремонт – это просто неравнодушные наши жители, которые приходят, где-то покрасили, где-то покосили траву, и уже памятник приобрел достойный вид. И понятное дело, что это не только к юбилею, к 75-й годовщине. Это наш долг – следить за культурным наследием и постоянно приводить их в надлежащий вид. Спасибо большое за информацию. Напоминаю, что мы сегодня беседовали с главой Багеровского сельского поселения, Еленой Хроний, говорили о реставрации памятников в Багеровском поселении. Эта работа систематически ведется во всем Ленинском районе и в Керчи тоже. Мы непременно затронем эту тему в дальнейшем. Ну а пока, коллеги, я передаю вам слово.